Библейский портал экзегет.ру представляет О том, что это длинный перечень имен И названий ворот, и участков стены Это вот такое семейное дело Иерусалим, как одна огромная семья Которая ремонтирует свой дом И все бы хорошо, но ведь на свете есть и другие люди Об этом четвертое Когда сын Валлад услышал, что мы строим стены Да, а ведь иерусалимляне, вернувшиеся И какая часть, которая оставалась во время Вавилонского плена Они окружены другими народами И эти народы относятся очень неприязненно к иерусалимлянам И к идее восстановления города и храма Что это такое? У нас тут все свое Мы тут участки между собой распределили А тут приходят и пытаются себе вернуть На основании том, что когда-то это их предкам принадлежало И крупный город строят Вероятно, этот город они населят И потом будут контролировать окрестности Нам это не нравится, говорят они Ну и кроме того, представим себе Большой город стоит разрушенным Приходят какие-то бродяги, неизвестно откуда взявшиеся И начинают камешки таскать Не смешно ли это выглядит? Когда Санвалат услышал, что мы строим стены Он сильно разгневался и стал яростно насмехаться над иудеями Говоря своим собратьям и самарийскому войску В данном случае это самаряне, то есть северные соседи Что это затеяли жалкие иудеи? Строительство? Жертвоприношение? Думают за день управиться? Хотят вернуть жизнь этим камням и грудам развалин, сожженных дотла? Был с ним и амонитянин Тови Амонитяне еще один соседний народ Он добавлял А если что и построят, прыгнет лисица и развалит стену по камешку То есть так дети балуются, строят из камешков стену Но там лисичка пробежала, хвостиком махнулась и рухнула Боже наш, ты слышишь, как нас презирают Обрати на это поношение Это поношение на их собственные головы Пошли им разорение и изгнание на чужбину Не покрывай их вины, да не изгладится пред тобой грех Они поносили строителей Конечно, очень жесткая молитва Господи, накажи их, но одновременно, значит, ты их накажи Мы не будем им мстить Еще одно Они поносили строителей Вот, конечно, мы можем сказать Это строит храм Иерусалим Это строит святой город Поэтому нельзя поносить строителей святого города Вот, вы знаете, вообще очень часто бывает Что поносят строителей Кто лежит на печи, ничего не делает Того и упрекнуть вроде не в чем А тот, кто что-то делает, тот, кто что-то строит Он же что-то делает не так Берется за какие-то слишком амбициозные, может быть, начинания Не все у него выходит Не все сразу А еще и даже то, что выходит, можно как-то словесно опорочить, очернить Поэтому вот, когда поносят строители, это в любом случае плохо Пусть они построят Потом посмотрим, что построили А мы продолжали возводить стену И она вся была уже готова наполовину Народ трудился от всего сердца Вот, собака лает, караван идет Да, правильная стратегия Когда сын Вала, Тови, Аравийцы, Мавитяне, жители Аждода Окрестные страны и города Услышали, что началось восстановление стен Иерусалима И уже заделываются проломы То есть город снова может держать осаду Пусть еще не все готово Но проломы заделываются Нет больше дырок в стене И это их привело в ярость Все вместе они сговорились воевать с Иерусалимом Чтобы этому помешать А мы молились нашему Богу И днем, и ночью выставляли из-за них стражу Иудеи стали теперь говорить Работники изнурены Всюду разруха Не построить нам стены То есть, смотрите Пока они мирно и тихо работали В общем, все было хорошо Как только выясняется, что Еще и опасность соседей То нет, нет, у нас не получится Часто руки опускаются у людей От малейшего сопротивления Ну, а бывают ли хорошие дела Которые никакого сопротивления не встречают Которые вот так махнул пальчиком И готово, сделано По-моему, нет А враги наши решили Проберемся прямо к ним Они ничего не увидят И не узнают Перебьем их Положим конец их работе Иудеи, которые жили подли них Приходили из разных мест И десятикратно предупреждали Что те готовят на нас нападение Да, там же все перемешано Смотрите, когда изгнали иудеев Понятно, что какая-то часть их осталась Но значительная часть территории Была занята другими народами И живут уже в перемешку Уже иудеи, самаряне, амманитяне Они вот в соседних селениях Поэтому, конечно, иудеи, которые слышат От своих соседей, что там что-то затевается Они имеют возможность сходить в Иерусалим Они воспринимают его как свою столицу И предупредить собрать Тогда я построил народ на ровном месте В низине под стенами Выстроил каждый род с мечами Копьями и луками в руках Такой военный смотр Я осмотрел их, потом обратился к знати К руководителям и к остальному народу Этих не бойтесь В бою за ваших братьев, сынов и дочерей За ваших жен и ваши дома Помните о владыке великом и страшном Вот он провел такую демонстрацию силы Мы работники, мы строители Но у нас есть оружие Нужно встанем в строй И враги поняли, что нам все известно И так Бог расстроил их замысел А мы все возвратились к стене Каждый к своему месту работы Да, вот иногда достаточно одной решимости Достаточно показать Мы не сдадимся И все сработает С того дня половина отроков у меня работала А другая половина с копьями, щитами и луками В руках в воинских доспехах И своеначальниками Охраняла всех иудеев, строивших стену А те, кто носил грузы Несли их в одной руке А в другой держали копье И каждый из строителей был опоясан мечом А при мне находился трубач с рогом Вот стройка, да? Я предупредил знать начальников и остальный народ Стройка велика и обширна Мы распределены по стене далеко друг от друга Где бы ни услышали бы звук рога Собирайтесь там вокруг нас И Бог наш сразится за нас Так мы и работали с утренней зари до первых звезд Половина народа с копьями в руках Также я в то время приказал народу Чтобы каждый оставался ночевать в Иерусалиме Вместе со своими отроками Ночью они будут нас охранять, а днем работать Ну, отроки — это слуги Понятно, уже мы читали в третьей главе Список людей, которые строят В том числе люди из разных других уголков Святой Земли И понятно, что они могут на ночь уходить к себе Если живут недалеко Пусть уже не уходят Пусть их будет больше даже ночью И сами, и собратья мои отроки И стража, что была при мне Никто из нас не снимал одежды на ночь Держа под рукой оружие и воду Или другой вариант перевода Даже воды не пил без оружия в руке Почему воду? Ну, потому что климат жаркий Если летом, то, в общем, без воды Ты много там не навоюешь Если у тебя закончатся припасы Вот так продолжается строительство Иерусалима И понятно, что это все очень тяжело Для людей Одно дело строить А другое дело, когда это еще и военизированная Такая команда Когда еще и с оружием в руках И в любой день ждешь нападения Неужели Неужели Сами иудеи не решат Каким-то образом завершить всю эту историю Помириться Уступить Уступить Да ну не будем ничего строить Ну давайте вот в пятой главе мы увидим Как это могло у них получиться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому